Привет, друзья! Это обзор 222 главы Манги Ван Паншман, где мы наконец-то дошли до битвы с Эйтамой против Тацумаки. Как это произошло и что стало тому причиной, мы с вами сейчас и узнаем. Но прежде чем начать, хочу поблагодарить этих ребят за поддержку донатом. Огромное вам спасибо, друзья! Вы очень сильно меня мотивируете. Для тех, кто тоже хочет поддержать канал донатом, ссылка будет в описании под видео, а также в закрепленном комментарии. Кстати, там же и ссылка на Бусти, куда я скоро буду выкладывать озвучки Манги, так как здесь на Ютубе мало кто это смотрит. И это очень сильно плохо влияет на продвижение канала. Что немаловажно, это еще и опасно, так как могут кинуть жалобу из-за отсутствия авторских прав. Затем и бан канала. Этого, думаю, ни вы и ни я уж точно не хотим. Поэтому те, кто хотят смотреть озвучки Манги Ван Панчмана и других аниме, могут перейти на Бусти. Что ж, не буду вас томить, давайте перейдем к обзору. Итак, на обложке нас встречает Фубуки и Геннесс вместе с Эйтамой. Бандиты-детективы. Это выглядит очень мемасно. Так вот, граждане нового штаба героев говорят о том, насколько же это место безопасное. И в этот же момент начинается землетрясение. Ну, почти. Виной этому оказывается, как ни удивительно, Тацумаки. Штаб Ассоциации, заметив, что толчок идет из подвала, сразу же направила туда всех ближайших героев. Тем временем, Тацу противостоит плохишу Эсперу. И поняв, что он не справится с ней, он активирует капсулу с ядом, которые подкинули ее сестречке Фубуки. Она была в шоке и не понимала, как такое могло произойти. Но Тацумаки сразу догадалась, что в ее группировке завелась крыса. Она сделала вид, будто сдается, но на самом деле она хотела выманить предателя из группы Фубуки. И одновременно найти капсулу в ее теле. Эспер хотел свалить, захватив с собой Тацу, Фубуки и Псайкос. Но прежде, чтобы избавиться от улик, он выпустил всех монстров демонического уровня из подвала. И оттуда вырывается сквозь кишки монстров наш лысик Сайтама. Все были в шоке, увидев эту картину. В это же время Тацумаки нашла капсулу внутри своей сестры, вытащила ее и им же лишила глаза Эспера. Но у этой мразоты, оказывается, есть иммунитет к яду. Но это лишь обрадовал это Тацумаки. Потому что он нужен ей живым, чтобы вытянуть из него всю нужную информацию. Она захватила этого парня и запечатала в огромном каменном шаре. Ну или использовала технику Пэйна из Наруто Чибаку Тенсей. Да, техника прям очень похожа. Но сможет ли этот парень вырваться оттуда? Скорее всего нет. Итак, та крыса хотела улететь, но Тацум печатала его в стену и вырубила. Она, как старшая сестра, была недовольна тем, что Фубуки так лоханулась и допустила, чтобы в ее группу попал враг. Да и еще сумел подкинуть в ее еду капсулу Сиадам. Она говорит, что сейчас им повезло и в следующий раз такого лаки-момента не будет. И поэтому ей просто нужно избавиться от слабого общества. То есть избавиться от всех слабаков, которые ее окружают. Группировка Метель умоляет Тацумаки не распускать их в группу. И что в следующий раз они такого не допустят. Но она просто сказала, нафига вы нужны моей сестре? Если в крайнем случае вы не способны даже помочь ей. А я не всегда буду рядом и не смогу ее защитить. И раз они сами не хотят уйти, она захотела их искалечить, чтобы они больше никогда не могли заняться геройством. Но тут вмешивается Саитама. Он останавливает ее, крепко схватив за руку. Тацумаки не поняла, что этот слабак хочет от нее. А тот просто сказал, что они похожи с сестрой и им нужно прекратить этот махэч. Неужели Тацумаки реально собралась драться со своими коллегами-героями? Конечно, Саитама не позволит ей буйствовать. Так еще и она разрушила его дом. Сейчас наш лысый накажет Тацумаки. Хотели бы на это посмотреть. Ждем новую главу. А на этом 222 глава завершается. 23-я должна выйти на следующей неделе. Так что с нетерпением будем ждать. Наконец-то битва Тацумаки и Саитамы. Скажу вам так, нас ждет много чего интересного. И это один из самых лучших боев за всю мангу Ван Панчмана. Мы знаем, что и как было в веб-комиксе Вана. Но очень интересно, что Мурата нарисует. Поэтому я с нетерпением жду новую главу. Лично мне данная глава очень понравилась. Нам потихоньку в каждой главе раскрывают все больше и больше информации о боге монстров. И в следующих видео мы подробнее об этом поговорим. А на сегодня это все. Всем огромное спасибо за поддержку, друзья. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Ну а с вами был Аниманго. Всем пока.